интригующая всех тема 120 градусов он умирает они по 40 минут лежат не выходя спорной серёга какой веник самый лучший подарок сергея коломенской легкий президент бабушка приходила горит а меня рожали вот в черной бане топил на вот не бойтесь это все стереотип у кого как не у сергея коломенского спрашивать про стереотипы русской бани сегодня только сейчас только был гость который что говорил он говорил какие-то ужасные вещи о которых мы уже даже не вспоминали своих кошмарных снах это 120 градусов да и он при этом получает удовольствие меньше 120 то есть это не баня не баня ну что это получается но вот первый стереотип это температура парения все-таки да вообще температура в бане ну или температура в бане в парной должна же быть комфортно не больше скольки вот именно парение с вениками ну если обобщать и оба не да как говорится мы не будем сейчас трогать там название там русская баня на углу да не 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 русская просто баня просто баня да ну вот как ты правильно сказал комфортная температура вот именно что комфортным для тебя то есть может быть ты любишь чуть-чуть погорячая может чуть-чуть повлажнее это может быть сорок пять ну и тот момент если ты заходишь если у тебя например стоит железя какая-то на тебя давит откуда будет комфорт правильно ну да отсюда такой напрашивается вывод что комфортно дышалась нужно находиться и мягкое тепло разные бани разные печи разные люди кто-то ну в торопыга по жизни он быстрее 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 а кто-то любит так чинно мирно благородно то есть мы как-то надо подвести к общему знаменателе да все равно вот в один определенный момент все эти торопы и все эти жаростойкие какие-то непонятные столицы на столе войны приходят иногда и просто вот их положишь они раз и потекли а человек он вот ему было хорошо вот не не сидеть терпеть переваривать смотря на термометр когда она прямо 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 зажгется вот это вот прям лопнет градусник а прям действительно хорошо даже в этот приходят ну сколько раз уже было такие ребята там они мы 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 но вот есть форточка даже вот мы парим их парим мягенько 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 разгоняем разгоняем уже видно что они все равно так крепятся такие все равно но откроешь пальчики пальчики и вот венечек это все и вроде как и они восприяли остались такими крепкими ну и нам приятно что ребята там не терпят стараются не пересиливают не превозмогают вот да итак температура от и до от слушайте ну температуру я бы назвал на на 50 до если вот самый самый край ну 75 ой ну это можно прямо это самый край 70 второй стереотип какой а влажность и вентиляцию что лучше ну влажность верно как температура влажность да то что разброс не боль некоторые любят повлажнее некоторые любят по суше его например не очень было не нравится задавай минусы при высокой влажности минусы принес дышать тяжело при высокой влажности всем дышать веники размокают ну вениками тут можно если у руки опытные то это не критично дышать я бы сказал самый такой основной момент это тяжело очень ну да устаешь гораздо больше среда хорошо низкая влажность минусы и плюсы низкой влажности то есть слишком да ну суши слизистую тоже не очень хорошо когда заходишь вдыхаешь и прям обжигание чувствуешь что у нас да 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 почему вот очки сейчас ребята стали девать тоже куда долго работает на ярком пару еще тем более там уже роговицы и слизистая очень чувствуется после третьего парения выходишь у тебя уже радуга было такое туман а вот хороший стереотип с алкоголем или без алкоголя но это ты уже загнул не надо никаких алкоголей тут твои просто пропить и дома питье чё пить в бане да это не холодно и не сильно газированы не холодно не сильно комнатной температуры на чайку для работников то это само собой а если кто просто попариться отдохнуть то можно и классы там спокойненько ну не сильно холодно это как бы уже не обсуждается все знают ну а самый смак это взять минерал очки лимонный мед хороший разбавить это все за поддержит это вот из того что можно прямо купить там не надо ждать который раз это быстро доделать каверзный вопрос серега какой веник самый лучший самый лучший веник связаны своими руками на полнолуние на бедрах действительница при россии сколько заходов до бы но ну да многие спрашивают подходили как чего ну смотри как подготовлен человек новички зашли погрелись предварительно первый разок мягенько мягенько начинаем с мягкого конечно и также с мягкого контраста тепленькая ну прохладненько водичка после парения обливаем смотрим как реагирует потом можно уже холодненько холодненько потом уже купель уже можно париться и я думаю если человек неподготовленный то прогрев про парочка смотрим как по ситуации ну и можно еще второй раз пройтись я думаю хватит а так обычно люди которые подготовлены три таких плотных выхода на парение думаю больше даже не надо это уже будет перебор сколько должен длиться заход смотри а сейчас очень если нет у нас дополнительные не вентиляции второго дыхания как сейчас модно это все вот у нас люди лежали там их вениками укрывали свободно я засекал 15-17 минут спокойно лежали меня даже вот разные девушки ну и так и до 15 минут с прохладными венчиками до 15 минут она больше не надо таким ну средне чекам я вот если например вот новомодные дыхание вот эти все вентиляции ножки басту сейчас вот буквально были в новой бане открылась там паренек вот он все новый все все надел все что мог вот у нее девчонки приходят слабенькие девчонки откровенно по-первых они лежат по 40 минут он умирает они по 40 минут лежат не выходя спорной представляешь но в то же время не переигрываете все делаете вот вот прям лучше лучше вовремя закончить некоторые надо тем более если вы не в коммерческой в своей бане там маму никто не заставляет никто не мешает не терпеть ничего не спешили погрелись да если есть возможность и желание то заходите ну до пяти заходиков таких легких спокойно может пять по десять но вот сколько должно быть время между заходами отдохнуть до самочувствием не вопроса и сегодня не остывание да и сильно ну если уж например скажем так когда программа отработает сильно лучше не остывать потому что вот эти качели разогрев остыв разогрев остыв лучше поддерживать себя в таком в тепленьком режиме чеки и не давать остывать так ты я думаю больше прогреешься и больше получишь эффект конечно я вел несколько семей все был семейный банщик много для некоторых есть у меня женщины приходили до беременности во время беременности и соответственно уже дрожали тоже в бане самая нет бабушка приходила горьда меня рожали вот в черной бане отопил на вот вот это и ничего ниоткуда не отливало не бойтесь это все стереотип если вы приходите в баню то почему бы и беременным не прийти в баню потому что баня это баня какая-то вам там душегубка до прогреться немного и в умелых руках с хорошим проветриванием и градусов до 45 не больше легкий прогрев это не парение легкий прогрев не помешает хочу чешетесь вот так вот муки а я побрызгался муки это после баны дополнительный эффект называется иглоукусывание учитесь у лучших ходите все-таки в баню не слушайте вы никого ходите по самочувствию и получаете там удовольствие спасибо заводу про металл спасибо прекрасному месту не в жару огромнейшая лайк подписка колокольчик ну как-то так ссылки на нас будут директор бани